Ребята, бежим от, давайте, вот от этого питочка назовем, от него, да, от него и бежим до линии ворот. То есть надо, добирая до линии ворот, можно остаться там, можно пробежать сразу обратно. В Красноярске погода оставляет желать лучшего. Везде не льет дождь. Но над спортивной площадкой школы номер 27 небо, к удивлению, ясное. Сегодня здесь школьники и студенты играют в лапту. Лапта когда-то была одной из самых востребованных игр, но в начале 20 века она начала терять свою популярность. Сейчас игра проходит путь своего возрождения. За столь долгий срок существования она немного изменилась. Поменялось поле, его размеры, поменялось бита, который бьют. Мы играем стандартной американской битой для бейсбола. Мяч, конечно, используем для большого тенниса. Раньше же этот инвентарь для игры был немного другим. Основание у биты было плоским, а не круглым. Теннисный мяч имел стандартный серый цвет. Несмотря на небольшую модернизацию, лапта сохранила в себе главное – правило. Если решили поиграть, то вот как это необходимо делать. Игроки делятся на две команды. Задача одной – совершить удар битой по мячу, а затем пробежать до конца поля и обратно. Участники второй команды ловят мячик и выбивают им соперников. Побеждает та команда, у которой число пробежавших игроков больше. Попасть битой по мячу сразу получится не у каждого в команде. Для этого нужно как следует потренироваться. Бита довольно тяжелый инструмент. Посмотрим, получится ли это у меня. Почти попало. Лапта, несмотря на простоту своих правил, оказывается довольно сложной игрой. Павел Солодовников собирает команды для игры в лапту. Говорит, полный состав набирается за несколько дней. Мария Клепченко сегодня присоединилась к ребятам впервые. Улетит мячик и понимаешь, что надо сейчас бежать. И подпрыгиваешь, если в тебя мячиком кидают, чтобы не попали. Ну так вот активизируются силы, которые думаешь, ой, я уже там никуда не гожусь, а на самом деле еще ого-го. По мнению современных игроков, есть один довольно важный фактор, без которого слаженной игры не получится. Мы понимаем друг друга, бывает даже без слов, как бы, передаем мяч куда нужно. В лапте развивается выносливость, реакция. В компании играешь, ты больше общаешься. Ну и тактика. Присоединиться к играющим в лапту может любой желающий. В социальных сетях есть страничка, на стене которой периодически появляются объявления о предстоящих матчах. Учитесь играть в лапту. Она сегодня в моде. Присоединиться к играющим в лапту.